Зимняя распродажа одежды и товаров для красоты на Озон. Толстовки для мужчин и женщин «Твое» до 799. Куртки женские «Би-фри» до 1799. Так, что расскажу, ребята. Мне 20 лет, у меня произошло событие недавно, очень важное для меня. У меня впервые в жизни родилась дочка, представляете? У меня родилась дочка, да. И это, ты что? И я был на партнерских родах. Честно признаюсь, самая хреновая днюха, на которой я был. Вообще, ребят, мероприятие не вкатило, но я не знаю. Ну, ребят, ну я там вообще, я там вообще был, ну не партнер, я там вообще был не ООО. Я просто стоял и смотрел, я просто был понятой на родах, я не знаю. Девчонки, я теперь понял, что вы чувствуете, когда вашего мужика на ваших глазах бьют. Я там тоже просто вот так в углу стоял, ее курточку охранял и ойкал. Типа, ой, что ж творится, люди добрые, с день белого дня прекращайте, пожалуйста. Я уже ментов вызвал, я не знаю. Анютка, где жизнь моя хорошая? Ребята, я просто, я смотрел и в конце туповину перерезал. Я просто приехал на открытие ребенка. Я еще в конце вот так с ним сфоткался, типа, при поддержке Кирилла Мазура. Деньги будут, я проспонтирую, все будет хорошо. Да, чего я? Ну и родилась дочка немного недоношенная у меня, но и мне 20 лет. И я отцом стал немного недоношенным. И нам врач сказал, говорит, Кирилл, мы вам дадим лампу ультрафиолетовую, пускай под ней дочка лежит, она там будет лежать, крепчать, набираться сил и будет готова к жизни. Я думаю, слушайте, наверное, сразу две лампы давайте, я тоже под нее лягу, чтобы мы чисто как рассаду вот так лежали, дозревали на подоконнике, прорвелся так жизнь, не готовили своей самостоятельной. Ребята, правда, мне 20 лет, знаете, в какой момент я понял, что, наверное, рано стало отцом, знаете, когда? Когда мне в роддоме сказали, пускай муж возьмет сменку, я думаю, сука, я сюда еще сменку, вы издеваетесь? Слава богу, я свою школьную не выбросил, просто дневник выложил на род и поехал. Ребята, вы не представляете, в каком мне был афиге, когда мне жена утром смотрит, говорит, я рожаю, и я опять со сменкой в 9 утра куда-то по городу испуганный, иду, что-то я ногами пинаю по привычке, вот так вот, что-то про себя. Перехожу в это здание роддома, извинился перед охранником по привычке за опоздание, и переобуваю сменку, у меня жена рожает, у меня жена рожает, и говорит, а-а-а, а-а-а, срочно холодный на голову. И как я охренел, когда мне акушер дает тряпку и говорит, сходи на мочи. Сходи на мочи. Я про себя думаю, а что, я дежурный сегодня, что произошло? Я им мочу эту тряпку, у меня жена уже вот там, ну, дороживает, ну как, то есть рожает, продолжает, типа. И я все равно по коридору иду просто быстро, потому что я помню, бегать нельзя, понимаете, бегать нельзя. Сейчас скажут, сядь эти черточки и отмывай, придура, который ты натоптал. И у меня жена родила, врач говорит, а кто будет резать пуповину? И у меня первая мысль такая, хоть бы не я, я же не учил, боже мой, хоть бы там по списку пошли, боже мой, боже мой. Но честно, ребята, партнерские роды тебе сильно закаляют. Я когда из них вышел, там стояли мужики, которые не были на родах, знаете, которые просто своих жен встречали с цветами. И я заметил, что я на мужиков, которые не ходили, знаете, так уже смотрю так на них сверху, знаете, так. Бывало, знаете. Я вышел к ним в хоку, такой, чё вы, сакунын? Не был на родах ни мужик, ты меня понял? Не дай бог я вас в день отца в парке увижу, ты меня понял? Ты меня понял? А у нас вся семья такая, у меня отец ходил, мой дед ходил, и я ходил. Жена, правда, охренела, что мы втроем причапали, но мы были, ты понимаешь? Я там был, все мы там были. Правда, женщины, вы рожаете в таких муках, мне кажется, несправедливо, что ребенок появляется только от мужского оргазма. Мне кажется, гораздо было честнее, если женщина рожает в таких муках, пускай от женского оргазма решает судьба малыша. Я подумал, что если бы ребенок появлялся только от женского оргазма, не было проблем бы перенаселения в мире. Там бы каждый ребенок был бы капец долгожданный, там бы всех бы с каравайами ждали, там бы он спрашивал мам, папа, как я появился на свет. И отец вот так вот в холодном поту на кухне стоит, сигареты и такой, 17 июня, там никого не щадили, я там руку потерял. Ты вот это видишь, сынок, вот это ты видишь? Три пальца ротя полегло, не благодари, сынуля. Помни про папашу. Правда, женщины, вагина, какая умная у вас вагина, что за песня вагина, ребята, вагина, она многофункциональная, как МФЦ, что-то и секс, их месячная, родная, она вся в циклах, понимаете, у нее графики. Три дня здесь, потом эволюция, потом спокуха, в пять стрижка, чисто бизнес-леди по Москве перемещается, ей самой секретарь нужен, там дел не про ворот у человека. Член просто алкаш, вот так лежит постоянно, у него слюнка стекает, он потом встал, высморкался, пасал и обратно спать лег. Просто фрилансер, ноль дел по жизни, встает только по запросу, вот судьба члена на всю жизнь. Стас Старовойтов в новом образе. Частенько отказываю в фотографиях людям, объясню почему. Себя вы потом фотошопите. У нас вот такие два красавчика из Нижнего Тагила сфотографировались с бомжом с ТНТ. Иван Абрамов без синтезатора. Я не слежу, знаете, за современными тенденциями, за новомодными трендами, клянусь, слово пацана. И человек, которого ты точно не ожидал увидеть на этой сцене, Денис Дорохов. Я в девять лет у отца спросил, что такое секс. Я уже сам знал, что такое секс, хотя вот у уверенного пользователя спросите. А у меня военный, он говорит, секс это цифра шесть по-английски. В новом сезоне стендапа 2 февраля в 11 вечера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин